И он нарисовал папу в тюрьме, как его отпускает. Я была три месяца в тюрьме для взрослых, а нам было два с половиной месяца в тюрьме для детей. Первый раз в жизни у моего сына потекла слеза. Ну, что сделаешь, это всё, это уже как-то дети революции. Первого червяня – Международный день обороны детей. И с этой нагоды мы расповедаем про то, с чем сутыкаются белорусские дети в Беларуси, за репрессии, которые там сейчас идут. С вами Катя Рына, и это правооборонный подкаст «Вясна Априде». Я собрала пять историй родителей, которые сутыкнулись с переследом, имели неполногодовых детей. Нашу увагу мы скируем на историю самих детей, которая раскрывается про историю их родителей. Ну, давайте начнем. Первая история будет короткой. Ее расповел Петр, имя изменено, про его дочку. Телефоную ему, чтобы почуть его историю. Приехали до нас до дома в губадзики, и это было, может, как они, там, в 8-9 годины ранецы, и все были в дома, включающие дочку. Вот, это было пять годов на этот момент. И вот так само тогда до нас пришла логопед. Логопед занимался с дочкой, и она была так само у нас до дома. И, ну, приехали эти губадзики. Ну, я помню, значит, я их, знаешь, это упустил там, и я сразу, как бы... Ну, да там была эта вот, ну, как-то группа захвата, так называемая, там, все в этой амуниции и так далее. Ну, я сразу стал, я бы, ну, они там стали кричать, я, конечно, как бы, ну, типа, все, все, ложусь, ложусь, как бы, дитя у дома, как бы тихо, ну, как бы не без этого. Вот, и они там пошли, ну, дитя была в покое, она, как бы, это не бачила. И они пошли, там, открыли покой, там, были логопедом, ну, и закрыли. Тобок, как бы, логопед там, конечно, вся, ну, на это, на нервах, але, ну, дитя это не видела, не бачила. Ну, меня потом забрали, там, 15 суток, а 15 суток было, ну, как бы, ничего не знали в уголе. И таму просто оформили быцем бы, я пришел там сам у гады у Раус и пошел там кричать, прыгать и матюгаться и так далее. Тобок статча, там, некая артыкул по хулиганству. И, вось, напрыклад, там, калита это было, ну, там, празд день, там, ци празд два дня был суд, и на наступный день пасля суда, и они адразу выслали лист у дитя же садок, где ташка хазила. Ну, ци не гады у дитя же садок, ци там у гэта некая отделение дукация, але пришло потом у дитя же садок. Ну, таки лист, что, вось, батька, значит, хулиган, таму, прыняць меры, як бы, не шо такое. Вось, ну, и мне гэта лист потом пераслали, як бы, ну, бог гляд, кули я гэта все ведаю, это бог садка, ну, там, все адразу нам показали, як бы, ну, того клюзде зразумелая. И сказали, што треба писать некую характеристику, ци шо не шо такое на дитя, але сказали, што мы напишем, як бы, у все добра, ніяких проблем, каб не было. Вось, и гэта вось садком на гэтам закончилась, а потом, ўже, нядзе, можа, за просты дзень, вось, пасля зразаманя, прышлі, там, ніякі две пані, да дому, вось, яны ўжо былі з, там, не знаю, министерства, ті, я, адкулі, дубог, вось, гэта СОП, социальная небезпечная положэння, так. Вось, ну, и тады дома была толькі мая маці, і яна там, ну, не ведаж, як бы, што я к тому, кто бы пустіла, яны там хадзіли по помешканню, па кватэры, халадзіні гляделі, пакоі гляделі. Ну, вось, яна там, ям, яшта, канешні, ну, ад сябетам сказала, што вы тут робіце, як бы, шо вы не разумеєце, што адбываецца. Ну, і не як так, вось, не ведаю, чым у нас законшылась, ну, табок, законшылась тым, што не папалі, не паставіли нас ў гэта небезпечная становішча, таму што потым, ну, там, трэба було паравяраць, мне, як бы, і, ну, дали, як бы, такую, якта справку, не, што не стаім, не стаім мы на гэтэм становішчі. У гэтэх історій Пятара дачка не пабачала губазіка, а ў наступной історій таксама дзіця, на счасть, не пабачала сам Момат Гвалту, але пабачала яго наступствы. Тліфануем Андрею Туповскаму, каб пачуть яго історію. Ось цей злополучний 22-й ход, в ноябрь месяц, 4 ноября, мені звонок поступає на телефон, здравствуйте, там, Андрій Владимирович, ваша машина вчера попала в аварію. Я кажу, ви знаєте, що, я работаю за городом, і моя машина в городі априорі не могла бать, тому, ну, ви, наверное, ошиблись. А мені такі кажуть, окей, інспектор должен под'їхати, посмотреть. Але до того, як, я вже зрозуміла, що круг общення сужався надо мной, тому що я ввел деструктивний телеграм-канал «Ямницкий флот». Вони искали адміністратора. І вокруг моїх друзів, їх в КГБ викликали, і я все з'являвся, «Почему мене не з'являють? Ну, там, друзі одного, второго, пятого, десятого з'являють, а мене нет». Ну, і вони, як би, про мене не кажуть, але я розумію, що круг сужається. І тут він, він з'являвся, і це був вже не КГБ, а ГУБОПІК. І вони мені позвонили. Позвонили мені, я сказав, що я за городом, вони сказали, що ми під'їдемо, посмотрим за город вашу машину. Говорю, окей, приїжджайте, смотрите. І тут же набираю жені і кажу, «Лена, за мене вже їдуть». Коли мені позвонили, вона лежала в больниці, а я з дітьми був, з двома дітьми несовершеннолетними був дома. Ну, не дома, я работав, діти в школі, старший сон у нас учився в училище Олимпийського резерва, тобі ж він, ну, спортсмен. Могу чу затронути тему спортсменів, що в 20-м году сону сказали, що «Если твой батька не прекратить там ходити на эти митинги, ми тебе з училища выгоним». Ну, училище Олимпийського резерва города Могилєва. Його предупредили, так що «Если, скажи своєму папі, говорю, «Сынок, нам не надо це училище, ми-то виходимо за правду, за людей. Надо, ти їм нужен, вони тебе оставят». Ну, і вони оставили, да. І от до 22-го года сону училися. І все, да, я позвонив жені, от я опять возвращаюсь на этот 22-й год, щоб вже не тянути время. В 22-м году, в ноябрі, мне позвонили, сказали, що «Вот, ми там їдем, посмотреть вашу машину, і «Окей, приїжджайте». Ну, я тут же звоню жене, говорю, «Лен, за мной, скорее всего, едут». А я занимаюсь ремонтами і отоплением, дел отопление там у людей загородом. І у них двохэтажний дом, і получилось, що на 2-м этаже, якщо виходиш на 2-й этаж, то видно, ну, дорога. Ну, я вышел на 2-й этаж, ну, смотрю, жду машину. Ну, і ездить, смотрю, тонированный бус, і легкова машина, она тож така легка тонирована. Я сразу понял, що це за мной, звоню жене, говорю, «Лен, едут реально за мной». Под'їхали вони. Короче, я подхожу, открываю калитку, открывается дверь в бусі, выскакиваю 4 ОМОНыша, сразу же, просто без разговоров, без ничего, сразу же мне бьют в лицо, начинаю, ну, просто наносить хаотичные удары, там, в голову, по спине, в затылок, там, куда угодно. Я упал, сконцентрировался, я понял, что, ну, все равно, там, говорить, пока на данный момент нечего, пока они, ну, не выпустят свой пыл. Я понимаю, как это происходит, когда у людей стоит задача, чтобы тебя уничтожили. Поэтому, ну, ты, если там будешь говорить, не бейте там или еще что-то, ну, это не работает так. Я сконцентрировался и максимально, ну, как бы, как спортсмен прижал локти к туловищу, ну, закрыть почки, печень, чтобы не били. Хотя били мне в позвоночник, в затылок, туда, куда нельзя вообще априори бить. Когда люди спортсмены, они знают, что туда нельзя бить. А эти люди, они подготовлены, и специально они били в те места, куда запрещено, чтобы максимально нанести тебе урон. Окей, меня тут они подубасили, там, сколько, две-три минуты, наверное, ну, им этого хватило выпустить свой пыл. За волосы там подняли, типа, где ключи от квартиры? Я говорю, на втором этаже в рюкзаке лежат. Один из них там побежал, то бишь, было четыре ОМОНыша и два мента, они следователи ГУБОПика. Ну, я не знаю, как там следователи, как у них, какие звания, хрен их знает. Короче, вот, это был ГУБОПик. И, типа, мы сейчас едем к тебе домой на обыск. Я, типа, кто дома? Я говорю, ну, сын дома. Сколько лет? Я говорю, 14 лет сыну. Окей. Типа, мы сейчас ему наручники оденем, поедет на малолетку. Пиздец, у меня вообще в голове все это опускается, и я понимаю, что, ну, что-то не то происходит, что-то надо делать. Меня вот этот бус, короче, между сиденьями ложит. Ну, у меня руки застегнуты в наручниках, за спиной застегнуты. Я лицом в пол, на коленях, и мне бьют постоянно, они вот в затылок и в позвоночник. Сколько мы едем до моего дома? А это примерно, ну, где-то около 7-8 километров нам надо было ехать. Есть там светофоры, где-то через лежачего полицейского переезжаем, и все, вот это вот все отражается на мне. Это, ну, как бы постоянно сыпались удары, то бишь я сидел между четырех человек, не сидел, а лежал между четырех человек на полу. И они кто руками, кто ногами там били мне постоянно то по спине, то по почкам. Короче, кто куда целился. Ну, и тут подвезли к дому, подъезд завели в квартиру, квартиру моим ключом открыли, и на тот момент сын был дома со своим другом. Они с училища приехали на обед перекусить. У них в пять часов тренировка, там пять, полшестого начала тренировки, второй. И вот они между тренировками приехали перекусить, и тут меня заводят домой из битого в наручниках. Я, короче, захожу, а я сыну ничего не могу сказать. И первый раз в жизни у моего сына потекла слеза, и я увидел, насколько ему это было больно видеть меня таким. Чтобы вы понимали, я сейчас чуть-чуть еще так вернусь назад. Мы спортом, мой сын занимается с пяти лет. Мы в пять лет пошли прыгать на батутах, потом в восемь лет я его отдал в вольную борьбу. То бишь ребенок с восьми, ну, там, до четырнадцати лет, вот он-то все время, он в спорте, он все это видит. И был такой момент, ему было, наверное, лет десять, не помню точно, десять-одиннадцать. Мы боремся, отборолись за полуфинал, и у меня малыш подходит и говорит, пап, я, наверное, сломал палец. Я говорю, ну, сынок, у нас два варианта сейчас. Мы либо едем в травмопункт, ну и все, и становимся вторыми автоматически, либо ты сейчас выходишь, борешься, и становишься первым, и потом мы едем в травмопункт. Вот это сейчас ты пацан, но ты выбирай сам. Я не могу, как родитель, тебе что-то навязать. Мне сын такой говорит, пап, хорошо, я буду бороться. И вот он десять лет, и он идет с поломанным пальцем, борется, занимает первое место, и малый мой становится первым с поломанным пальцем. Он слезинки не проронил. И я веду к чему этот разговор? К тому, что когда он увидел меня, и он заплакал. То бишь, ну, насколько я был там, ну, такой избит, перекошен, в коридоре стояла гитара у меня. То бишь, там завалили все, вот этих два мента, четыре ОМОНовца, плюс двое детей, мой сын и с другом дома, и еще двоих соседей позвали. Один из ОМОНышей отковырял, это вот, ну, насколько надо быть человеком, ногтем отковырял с моей гитары погоню, там была маленькая погоня наклеена, отковырял погоню с гитары, наклеил мне на лоб. И это все видели дети, как я стою с погоней на лбу наклеенной. Ну, и все, и вот после этого, конечно, мой ребенок получил такой колоссальный стресс, что, я не знаю, он может, я уже сейчас не могу вам точно сказать, там, трех- или пятикратный он чемпион Республики Беларусь по вольной борьбе и многократный чемпион, там, международных соревнований. Мы были чемпионы Литвы за год, вот пока жили в Литве. То бишь, в Беларуси спортсмены не нужны. Ну, не нужны люди, которые что-то о чем-то знают или понимают. У наступной истории от Карины, имя изменено, дети, на жаль, побачили силовиков и их в Алд. Я потелефоновала до Карины у Германию, до речи, Карина живет недалеко от Мюнхена и говорит, что, когда кто-то туда переедет, то они обовязково будут допомогать ему. Так вот, я телефоную Карине, как она рассказала свою историю. В феврале прошлого года я с дочкой, с младшей, я с ней пошла домой, а супруг с детьми, с мальчиками, с нашими, они там были у бабушки. И вот с дочкой мы были только вдвоем дома, когда вот начали нам звонить, стучать. Пришли вот сотрудники полиции, там их было 6 человек точно, потому что в дом вошли четверо, еще на территории там ходили. Вот они пришли, они, конечно, искали супруга. Я, не знаю, как так, оказалось сопротивление, они там тоже писали, потому что они вырывали у меня телефон из рук. Я как раз в этот момент со всей кровью разговаривала. Они у меня вырывали телефон из рук, укручивали мне руки, всячески там обзывали. Дочку, конечно, это очень сильно травмировало, потому что она была в шоке, она испугалась, она начала кричать и плакать. Увидеть, как ее мать закручивают, ну, то есть это для нее было очень тяжело. И она по сей день боится полиции. То есть как только вот где-то видишь, что там идет полицейский, то она все равно, вот у нее страх этот остался по сей день. Потому что понятно, что здесь не так, и совсем все иначе. Но там, в Беларуси, то есть на нее это очень сильно казало, какое-то, не знаю, там психологическое воздействие, что до сих пор вот так у нее и осталось. Потом, когда вот все там, они вырвали телефон, там начали там спрашивать, где супруг находится, там обзывать меня, потому что я, ну, понятно, что я не хочу говорить, где там мой муж. И получилось, что он ушел, он бежал из дома. Они грозили, что детей сейчас заберут, сдадут их там в органы соответствующие, а тебя мы заберем там и посадим на сутки. На сутки двое-трое там, короче, неважно. Потом, когда уже мальчики пришли домой, у одного из двойняшек, у него забрали телефон из рук, то есть он подходит к дому, забирают у него телефон и начинают в телефоне смотреть контакты, чтобы созвониться с отцом. Ребенок тоже как бы ничего не понимает. Меня забрали в полицию, там держали, не знаю, там 4-5 часов, я уже точно не помню, время оно так прошло. Всячески допытывали, обзывали, унижали, спрашивали, где супруг. Я там пыталась как-то там обманывать. Непонятно, что они все равно это все узнали. Составили там на меня дело, подписали там протокол все это. Меня там допросили, поспрашивали, все, документы эти заполнили. И у меня предстоял суд, присудили штраф мне. Но дома было, конечно, неспокойно. Почему? Потому что супруга не было дома, он, соответственно, был в бегах, потому что, ну, сами понимаете, попасть к ним в руки, это все неизвестно, чем бы это закончилось. Дети, то есть дети были настолько готовы и испуганы. Мы спали в одной комнате все. То есть у нас дом, ну, как бы все в комнате, но дети побоялись. Мы все легли в одну комнату, мы положили все телефоны. Но тот случай, что если вдруг опять они придут к нам, сотрудники, то быстро там, не знаю, там позвонить бабушке, сообщить, чтобы там бабушка пришла, потому что дети дома. Одни я одна. и все равно ты боишься, ты переживаешь. Нельзя было спокойно просто там идти домой. Ты всегда идешь, и ты всегда оглядываешься. То есть ты подходишь к дому, и ты всегда смотришь. Там есть кто, нету, кто. Останавливалась, когда машина была у нашего дома. Точно так же там все, я и в том числе там где-то дети, замечали, что кто-то там остановился. Мама там. Кто это? Ну, это может быть просто проезжий, который мимо проезжал. Я надеюсь, что вот со временем, конечно, все-таки это, как говорит, время лечит. И надеюсь, что со временем это все у них пройдет, и тот же страх у дочки перед полицией тоже пройдет. Но это тяжело. Это каждый раз, когда ты это вспоминаешь, ты все вот эти вот события, все эти дни, все, что там вот было, и все эти переживания, это тяжело сказывается. А я говорю, дети обычно чувствуют, да, эмоции там матери, отца, и они же тоже чувствуют, когда вот я там все, такой нервный человек, переживала, плакала, и они вместе со мной, они вместе со мной садились и спрашивали, а что там будет с папой? Мама, а как у тебя там? Что тебе там делали? То есть, ну, это очень было, конечно, эмоционально было тяжело. Запожживание силовиками, что детей отберут, нажали, может стать реальностью. Так при нам все было с Натальей Корнеевой. Я сустрелась с ее, как записать ей историю. Корнеева Наталья Владимировна, бывшая политическая заключенная из Беларуси. До заключения и всей этой истории благополучно работала в своей мастерской керамистом. Ну, вот как-то так. Да, у меня есть две дочери, одна из них несовершеннолетняя, да. Когда за нами пришли губопики... Дочка там была дома? Нет. К счастью, в тот день она ночевала у подружки, у них была пижамная вечеринка. Мы поощряли вот такое хождение в гости, и в тот день она, слава богу, не видела, как нас задерживали с пистолетами, как там или ее избивали. И она этого блага не видела. Это мой мужчина. Мы уже давно живем вместе. Вот, как минимум, этого стресса она не пережила, ну, не видела, не испытала. Но, когда меня задерживали, там получилась какая история, что губопики, они уже, когда нас привезли к себе туда, в губоп, и во время допроса выяснили, что я, как бы, официально мать-одиночка, и им это очень не понравилось, потому что, ну, по закону-то надо отпускать, а они уже счастливо потеряли ручки, что вот они меня взяли, и они не хотели меня отпускать, и при мне один из сотрудников позвонил в СОП и сказал так, что вот мы приехали по разнарядке по такому-то адресу к такой-то гражданке, она какая-то неадекватная, явно пьяная, у нее в квартире валяются бутылки, какой-то притон, и там находится несовершеннолетний ребенок, его нужно спасать. Я повернулась к нему, говорю, зачем вы так говорите, если надо, я могу там в трубку подышать, я же не пьяная, вы это понимаете, давайте я, ну, как бы, зачем так, дайте мне позвонить родственникам, они заберут ее, а он повернулся мне в глаза, смотрит и говорит, нет, достаточно того, что я сказал, и в этот момент я поняла, ну, что ребенка заберут, другой вопрос был, что она вот ночевала у подружки, и для меня оставалась загадкой, как они ее там найдут, но на тот момент была загадка, они по номеру телефона выследили, ну, узнали ее местонахождение, пришли туда к подружке, директор школы, социальный педагог, позвали ее, и она к ним пошла, как потом она мне рассказывала, что их в школе, до этой ситуации она мне об этом не рассказывала, но их в школе учили, что если к ним приход, если домой к тебе приходит какая-то тетечка или дядечка из социальных служб, то ты, ребенок, должен его слушать и открывать ему дверь, и делать все, что он говорит, как бы это идет вразрез тому, чему я ее учила все годы, что не слушать чужих, не открывать чужим двери, ну, вот такое, а оказывается, в школе их этому учат, и это такой секретик от родителей, которые нам не рассказывают, и поэтому она совершенно спокойно пошла с ними, непонятно куда, ей не говорили, куда ее ведут, она где-то, сначала они сходили к нам домой, собрали ее вещи, то есть без меня, без свидетелей, без никого, они, ребенок открыл своим ключом дверь, они прошли с ребенка в чужую квартиру, потоптались, она собрала вещи, и ее забрали, ее забрали, сейчас не вспомню, как называется это место, ну, в приют забрали, и она там пробыла два с половиной месяца, как я горько усмехаясь, считаю, что я была три месяца в тюрьме для взрослых, она была два с половиной месяца в тюрьме для детей, потому что те обрывки, которые она мне рассказывает, ей кто-то сказал, что ты маме ничего не говори, чтобы ее больше не расстраивать, но то, что она вот сейчас, спустя два года, периодически вдруг ее прорывает поделиться со мной, плюс психолог работает с ней здесь, в Литве, и она уже начинает раскрываться и что-то рассказывать про то, какие там были условия, как там ей насильно пытались сделать прививку от ковида, и как она там сопротивлялась, и устраивала истерику, чтобы позвонили брату моему или дочке старшей, ну, то есть, вот такие моменты, как-то мы их там кормили чем-то, что там половину детей тошнило, ну, и как там с ними вообще обращались, то есть, ну, это такая отрывочная информация, и я понимаю, что ей там было совсем вот эти два с половиной месяца, пока мой брат оформлял опеку, чтобы ее забрать оттуда, но она там хлебнула. Сколько ей тогда было лет? Десять, десять лет, то есть, это ребенок, который, в принципе, уже понимает, что и к чему, и почему, и до приюта по успеваемости, по учебе, она у меня была в тройке лучших детей в классе, то есть, у ребенка был такой внутренний стимул учиться, ей было все интересно, она сама без моего участия делала домашки, там, активно участвовала в жизни класса, то после приюта у нее настолько кардинально поменялось взгляд на все, что ее приходилось заставлять как-то уговорами просто даже ходить в школу, то есть, настолько она туда не хотела, и у меня было такое отношение к этому, что после того, что она в приюте познала, пережила, ходит в школу, доходит до школы, и слава Богу, то есть, я старалась на нее сильно не давить, чтобы не усугублять, и вот до сих пор вот два года мы все это разгребаем, только здесь, в Литве, она уже оттаивает потихоньку, ходит к психологу, ну, плюс тут переезд, и как бы новая школа, и вот она уже в сравнении с новой школой начинает мне что-то рассказывать про то, что было вот там, в Беларуси, хотя до приюта она была такой достаточно открытый ребенок, она мне все рассказывала, что у них там происходит в школе, кто что сказал, кто что сделал, то есть, я была в курсе всего, после приюта она очень замкнулась в себе, она не хотела разговаривать, она на меня обижалась, периодически это чувствовалось, вот как будто бы она меня обвиняла в том, что с нами случилось, и приходилось с ней разговаривать, просто садились, обнимала ее и говорила, что доченька, ну, ты же понимаешь, ну, должна понимать, что ни ты, ни я, мы не виноваты в том, что с нами произошло, что это заслуга вот дядечек, которые выполняют приказы, но не надо злиться на маму, там, на Илью, что это с нами случилось, это не потому, что мы какие-то плохие, и мы с ней вот это вот проговаривали, проговаривали, потому что чувствовалась вот обида на то, что с ней произошло, ей несколько дней, она, ее просто взяли, завезли туда в приют, и ей не объяснили, что, почему, она у меня на второй день в фейсбуке написала на моей страничке, мама, ты где, то есть, ребенку даже не сказали, что родители задержали, ее просто выдернули эти люди и завезли туда, и все. А я к ситуации расхортывалась потом, вы узгадали, что ваш брат хотел зарубить опеку, и пока ли он зарубил, оформлял документы, прошло два с половиной месяца, и ваша дочка была в приюте, и что было потом? Забрали под опеку, забрал бывший мой муж, то есть, у меня брат, сестра и бывший муж, хоть он вообще никаким образом ни к Богдане, ни ко мне уже не имеет отношения, но у нас с ним хорошие такие отношения, и он тоже очень переживал, и вот они втроем подали пакеты документов, чтобы, ну уж наверняка кому-то разрешат забрать ребенка, и вот самое удивительное, что ему разрешили взять, что решили, что у него самые подходящие условия для того, чтобы брать ребенка, ну процедура такая длинная сама по себе, там постоянные проверки к ним ходили, у него даже детей проверяли на СПИД и всякие инфекции, чтобы можно было забрать ребенка к себе, и вот спустя два с половиной месяца ее забрали, и она как бы выдохнула. Ну а как прошло ваше воссоединение? Очень сложно сказать, как оно прошло, потому что по выходу из тюрьмы мне нужно было восстановить полностью свои права на ребенка, у меня как бы не отнимали родительских прав, но так как у нее появился опекун, то как бы обязанности, вот права, права, обязанности и ответственность, вот ответственность поделилась на двоих, и мне, чтобы стать полноценным, полноправным, единственным представителем ребенка, надо было оплатить за содержание ребенка в приюте, я заплатила почти 2000, там получается по 400 рублей за каждый месяц, плюс там еще что-то какие-то сверху на это самое накидали, и плюс типа алиментов за то, что вот она была под опекой, то есть государство платило этому человеку там 300 рублей на содержание ребенка, и вот я должна была их компенсировать, и в итоге получилось, что там практически 2000 я выплатила, и опять собиралась комиссия, опять решали, потому что даже перевезти в новую школу я одна не могла, мне надо было брать опекуна, и мы вдвоем шли, как два представителя ребенка, ну то есть такой вот маразм немножко, вот, и мне все время приходилось доказывать, что у меня же не забирали полностью родительские права, они лишали родительских прав, просто у ребенка на время моего задержания был другой опекун, но в системе образования с таким не сталкивались, как оказалось, и они были этим фактом очень напуганы, вот, но, скажем так, когда я вышла из тюрьмы, то опекун разрешил, сказал, я не вижу проблем в том, чтобы она не жила у тебя, говорит, я считаю, что это неправильно, то есть если ты готова уже, ну, как бы жить вместе после тюрьмы, то, да, если хочешь, мол, она может жить у меня, можете встречаться, как тебе удобнее, потому что после тюрьмы человеку, взрослому даже сложно адаптироваться, даже за три месяца происходит много всего в жизни, и ты выходишь, как в новом городе, все по-новому, и нужно новый ритм жизни, как бы он вроде как старый, но там три месяца, как за три года проходят, вот, и поэтому где-то день на четвертый, наверное, я забрала Богдану. До речи, Наталья Корнеева узгадала, як вымышана была выплачивать сродки на утримание добранного децятия. Гэтаю тему больше подребязную мы раскрываем у выпуску нашего подкаста про обвязанных женщин. Граем его вам послухать. Батька Политвязень, як гэта? Восьмигадовому геры у знімні 2020-го было отповедно 4 годы. Я надзельничу у марши, а его батьку не у забаві затрымали и осудзіли до 5 годов знявволення. Пройшло 4. Про гэтую гісторию распавіла мать геры. Юля Якубовская, жена Политзаключённого Дмитрия Конопелька. Муж сидит в тюрьме, звонит, сейчас звонит иногда, нормально, по видеосвязи с ребёнком общается. Такая история интересная, что у него есть образ его ребёнка, а у ребёнка есть образ отца. И эти образы чисто фантазийные у обоих. Когда они встретятся, я не знаю, что они там, какие ожидания друг у друга, друг от друга будут, и я не знаю, как это будет хорошо или плохо, или насколько это всё. Потому что такой возраст, когда, допустим, 4 года, и ребёнок ещё такой только начинается, а потом ему 8, и он уже там со своими интересами, со своими какими-то представлениями. Ну и булят в школе его там, дети смеются, о, ха-ха, он там не видел папу 4 года, в тюрьме сидит, то есть вот настолько. Иногда приходится приходить разруливать это всё. Ну, вопросики есть. Русская школа, но я прихожу там, разбираюсь, конечно. Две белорусские мамы только приходят, там шороху наводят. Всем остальным нормально, но белорусские такие мамы. Ну, в общем, я не оставляю это без внимания, стараюсь там с учительницей коммуницировать, с родителями этого ребёнка, ну, в общем, такое. Есть вопросы. Некому защитить, как бы это чувствуется, возможно, детьми даже. И вот они такие иногда там шуточки отпускают, там расстраиваются, конечно. Ну, что сделаешь, это всё, это уже когда-то дети революции, да. Расскажите, как всё происходило. Один и единственный раз мы пошли на марш с ребёнком и с моей мамой. Вот, и так как-то мы пришли сразу на площадь там возле вокзала, там всё начиналось, ребёнок послушал все эти лозунги, он спрашивал, что это значит, ну, там МЗКТ, забастовка, он просто спрашивал, правильно ли я произношу. Ну, как бы кричал, ему нравилось, что какая-то такая, много людей, все такие, какой-то на позитиве, это вот энергия ни с чем не перепутать, никогда не забыть называется. То есть, это такое было единение, как единый организм, мы все двигались, это прямо было очень приятно. И так получилось, что мы дошли до Немиги уже, не до Немиги, а до Макдональдса, на центральный Макдональдс, и поворот вот этот, который уже к Стелле. И мы решили, что надо уже, наверное, домой, как-то уже побыли, устали. Вот. И часть людей ушла вперед, и оказалась такая дура, никого нет, пустота. Вот. И мы думали, как уехать, потому что там же все перекрыто, транспорт не ходит, мы думали, как там выбраться. А Гера в этот момент, когда все тишина и пусто, начал кричать все, что запомнил. И ему там с балконов люди отвечали, и он там живи-биралусь, и все там живи, и он такой, о, интересно. Вот. И как-то к этому моменту нас догоняет еще целая половина этой всей истории, огромная колонна, там, тысяча людей, и он, оказывается, впереди и кричит. И они, конечно, за ним повторяют, начинают его подначивать, и все такие, давай там, давай-давай, и он кричит это все, и за ним идут и повторяют. Ну и, конечно, это такой немножко момент. И так интересно получилось, что мы уже с отцом его не жили вместе, ну потому что, ну так, из безопасности, из того и с сего, и он не знал, что его ребенок на марше, он просто тоже оказался на марше. И говорит, я слышу голос знакомый, думаю, не, ну, наверное, мне кажется. И в итоге он обгоняет, догоняет, прибегает и видит, что это его ребенок идет, там, рулит. Я говорю, генетика у вас, конечно. И что получилось? Он его тогда уже не видел, месяца три, наверное. И когда он к нему подошел, там, Гера, там, пытался его взять. У Геры была такая миссия, он как-то почувствовал, он его там отшил, говорит, нет, говорит, тихо, я тут иду. Папа немножко потерялся, ну потому что, и он и скучал оба, ну все, его было оттуда как-то не, такая была какая-то неизбежность, вот его оттуда никак было никуда, во-первых, не выдернуть, что взять на руки и убежать куда-то. Я понимала, что ситуация такая себе, но все равно мне до конца не было понятно, что это ребенок, он кричит, ну ничего не серьезного. Ну и там его стали все снимать, там, пол первого, там все уже поснимали, я жду. Я когда увидела, что уже эта вся съемка идет уже, я просто потихонечку отошла подальше, ну и шла, наблюдала за этим, ну прям не афишировала, что я. Вот, и там кто-то узнал его имя, может спросили у него, я не знаю, кто-то узнал, что написали, что ему 5 лет, ну ему еще было 4 тогда, вот, и в общем это все, видео повыкладывали везде, там фоткали, и в общем это все попало, там каких-то миллион просмотров, Forbes, в общем мне через час стали звонить друзья из Америки и говорить, Юля, собирай чемоданы. Я говорю, да, ну ладно, вы чего. Вот, отец еще был на свободе в тот день, потом арестовывает отца, причем тоже так интересно, после этого марша он уже все соскучился, говорит, давай я возьму ребенка, а муж тогда жил в гостинице Виктория. Короче, распорядились власти, чтобы выселили перед следующим маршем всех с этой стороны этого отеля. И он говорит, давай я возьму Геру, у нас тут бассейн, баня, на-на-на, я говорю, ну возьми, потому что я уже устала за это время, мы там что-то где-то в каких-то санаториях, там так на всякий случай, потому что там муж уже показали по телевизору вот эту вот историю лазерной указки, всех уже закрыли, кроме него, но он так наивно полагал, что, наверное, он там неинтересен, уже его давно уже взяли, поэтому он как-то так спокойно, хотя ему три раза предлагали уехать, ему уже прямо его предупреждали, но он как-то, ну такое, конечно, отчаянный. И вот он берет ребенка, это была пятница, я думаю, господи, мне надо переключиться куда-то, и я пошла в кино. Еще в кино такое выбрала ужасное, это довод, господи, кино начинается, опера, ладно, вообще я хотела другое кино, но у меня просто уже не было, я просто пошла, какое было, и сижу и думаю, боже, что же, зачем я сюда пришла. И я выключила телефон, потому что звук, ну все, кино, и когда закончился фильм, я смотрю, у меня там 12 неотвеченных звонков от мужа, я ему перезваниваю, говорю, он говорит, забери, Гера, я говорю, ты серьезно? Я говорю, что такое за папаша, ты взял его раз в три месяца, два часа не прошло, куда забери, ну и начинаю прям вот на него так ругаться, а он молчит, для него, ну для нас это странно, что он молчит, я думаю, так. А он слушает, наверное, как последний раз эту песню, и я опять еще раз прохожусь, говорю, зачем забирать, что такое, ты что, уже устал, ну такое прям. Он говорит, Юля, он сотрудники там, в общем, КГБ, просят тебя приехать, ну я понимаю, что все, концовочка. А, его когда просили выселиться, он стал там, покажите документы на основании, чего я буду выселяться, ну и вот такое, все. И он говорит, ну ладно, оставайтесь. Я говорю, Митя плохой знак. Говорю, ну лучше, ну не надо вот, и все, они уже знали, наверное, что за ним придут, поэтому уже его не выселяли, потому что пятница, а суббота, воскресенье уже марши. Ну и вот за ним приходят, как бы в этом штатском люди, и в этом все, в нарядах этих. И я так полагаю, что они меня ждали час, даже больше. Я пока еду, я ищу адвокатов, я нахожу адвокатов, уже в такси там у меня все, руки колосятся, и я думаю, сейчас и меня еще заберут, я позвоню подруге, чтобы она приехала на всякий случай вдруг ребенка взять. Ну то есть у меня вот тысяча мыслей, паника, все там это пытаются порешать. Быстро, ну понятно, это все не быстро, пока я доезжаю туда, я прихожу, вижу картину такую, забыть не могу. Ребенок ест мюсли, это в отеле деревянной ложкой, а этот в наряде во всем своем, в черном, ему там что-то помогает. Я думаю, мамочки, муж пристегнут наручниками к одному из сотрудников, собирает вещи, там что-то складывает, надо освободить номер. Ну в общем, такое все, такое растерянное состояние, ребенок не понял до конца. Он говорит, мама, мы такие вежливые бандиты, сказали мне приятного аппетита. Ну а потом, когда уже выводили его отца, он уже понял, что что-то нет, он начал плакать. Нас отдельно, его через черный ход, нас повезли в лифте на ресепшн, там, и ребенок уже плакал, что папа там, этот говорит, тебе папа позвонит, я тебе обещаю. Ну вот его забрали тогда. Приехала моя подруга, нам разрешили переночевать в номере, понятно, на этот кипиш, весь адвокат, и звонки, там не до сна. И наутро мы уже уехали из этого отеля, нам даже вернули деньги, потому что там какая-то была акция, там этот ковид, и можно было там за каких-то там 400 евро жить в отеле, как в месяц, как в квартире, но он посчитал, что хорошая история. И все, и вот мы его закрывают, и я уже переживаю за Геру, потому что вот эта вся история уже, там мне звонят люди, говорят, Юля, ты с ума сошла, давай уезжай. И потом нам начинают звонить детского сада, типа, когда вы придете, а что такое, почему вы не ходите, там этот ковид, дача, там лето, что-то какое-то. Я говорю, ну пока не ходим, когда вы придете, я говорю, ну может в понедельник приду. И подружка мне звонит, девочка из детского сада, мама, говорит, Юля, там катастрофа, собрали собрание, но меня на него не позвали, сказали, у нас инцидент, под вашу ответственность, где вы считаетесь с детьми, мы будем сотрудничать с органами, вот нам уже поступил запрос мужа, а они эту фотку всем разослали в школьное учреждение, пытались искать, кто нам поступил запрос, мы, короче, вот будем сотрудничать, так что вот мы вас предупреждаем. Она сразу поняла, про что речь, мне звонит, говорит, Юля, в сад не ногой. Я говорю, окей, хорошо. И потом мы были на дворовом каком-то чайпите, Гера там что-то танцевал, как обычно звезда, и люди стали спрашивать, а чей ребенок? Я говорю, мой. И они мне показывают в моторка чате, что кто-то из силовиков слил информацию, что все, спустили собаку, у вас есть там пару дней, вот вы ищут ребенка, все, найдут, сейчас все, будет катастрофа. Я вот такая в этом все, понятно, понимаю, надо все-таки ехать. Куда ехать, что ехать? А мы жили возле велозавода, там Пулехова рядом, и это первое ближайшее посольство Литвы было. Я думаю, куда с этим всем? Я в Литву, в это посольство, просто потому, что оно первое рядом. Юле удалось выехать разом с сыном, и теперь уже четвертый год и она живет в Литве. Ну и ребенку очень не хватает отца, это понятно, уже ему 8 лет, а тогда было 4, он его помнит как-то там. У нас есть видеосвязь, мы общаемся, но это все 15 минут видеосвязи, это ни о чем, они только не поймут даже о чем им поговорить, какие общие там, какие-то интересы, сложно даже им установить контакт. Поэтому, да, ребенок набрасывается на всех мужчин уже прям с перебором иногда, мои друзья такие, потому что все, ему не хватает вот этой мужской поддержки, одобрения, авторитета, понятно, что я ему не могу и то, и то заменить, я стараюсь там и психология, книги читать и все, я даже никто не учил воспитывать детей, конечно, есть свои сложности, когда тебе нужно, у меня времени для себя вообще нет, у меня есть время для работы, время для ребенка, а для себя это уже по остаточному принципу, как правило, я жертвую сном, там он засыпает, и я там до 2, до 3 просто такая шатаюсь по дому в тишине, потому что мне хочется просто вот почувствовать вообще, что я хочу, что мне делать, ну и конечно же этого времени не хватает, в общем такая история, сложно, очень сложно, вот няню никакую я здесь не нашла, у нас был один мужчина, я хочу, чтобы у меня няня был мужчина, ну как няня, я их тренер называю, вот был у нас один год тренер, потом он ехал в Беларуси, без него прям плохо, потому что ему не хватает, он там так вот, видно это, что вот у него прям жесткая нехватка мужского внимания, причем какого-то постоянного авторитета, вот иногда мы рисуем, ну и он занимался где-то года, наверное полтора музыкой, и сочинил папе композицию на фортепиано, ну тут вот такой прям он папе пишет какие-то, а потом же мы выиграли здесь конкурс, ему было 5 лет, конкурс международный был рисунков, и он нарисовал папу в тюрьме, как его отпускают, и этот рисунок занял первое место среди европейских, там что-то нам подарили всеми, приглашали его, награждали, то есть он такой очень, очень искренний, очень открытый, эмоциональный, но я считаю, что это, ну я пока довольна им, понятно, что немножечко с ДВГ, как у всех у нас, понятно, что немножко и с эмоциями он не может справляться, но это, наверное, максимум, на который я способна, вот сочетая всю эту и работу, и его воспитание, ну конечно, и тоже иногда срываюсь, и он психовывает, конечно, у нас, ну мы быстро очень отходим, быстро просим прощения, у нас быстро все уходит в плюсы, но каждый работает над этим, и не у каждого хорошо выходит иногда, и я могу накричать, и он может иногда покапризничать, ну такое, это нормальная история, но если бы был второй человек, я бы была в большем ресурсе уделять ему качественное время, а не так, что я тут одной рукой работаю, третий там готовлю, иду, четвертый покажу рисунок, но это все, конечно, такое получается. Наши истории на сегодня скончились, и это только пять истории батьков и их детей, а кольки их еще? Нам важно ведать, что отбывается, на жале нашей державе, тому я и зарабила гэтый выпуск, коли ласка поставьте ему лайк и поделитесь с іншими, але будьте уважливыми и осторожными, коли вы живете у Беларуси. На этом все, я с вами развитываюсь, с вами была Катя Рына, бывайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин